Записки инсайдера Автор из Ленирам читает Кэт Вилд Мальчики крашат цветов Я хочу посмотреть на цветение деревьев! Тонутый Хёна безлипетционный, категоричный и не ебёт. Когда он так говорит, лучше не спорить. Пытались уже неоднократно. Чунгук, к примеру, вообще забил. Поэтому начинает собираться молча. Ну как собираться? Футболку с белой на белую поменял, маску на моську натянул. Готов. Юнгих мыкать многозначительно и все понимают. Только что из его немногословного рта выстрелил набор матов, мало сочетающихся с радостью от созерцания цветов. Типа не пойду валить и сами, раз уж ваши жопы так адаптированы к приключениям. — Что ты имеешь в виду? — хмурится Тэхён. — Что уже и на цветочки посмотреть нельзя. Джунг хихикает, обводя руками окружающее пространство. — Вот такое духуя фанаток сбегутся посмотреть вместе с тобой на цветочки. Намджун вздыхает. — Я бы тоже не отказался. Романтика его лидерской души выбирается через томно прикрытые ресницами зрачки и яростно голосует «За». Хасок, как Намджун, обычно, но не в этот раз. У него маты не молчаливые, а обстоятельные и аргументированные. — Блядь, но это же нереально! — Ну, вечером мы можем пойти. Темно же, — пищит в углу гостиной Чимин, теребя многострадальную ленту твиттера в телефоне. — В толпе затеряемся. — Ты уже однажды терялся в толпе, — помнится. Все-таки снисходит до член раздельных звуков Йонги. — Собак с милицией приходило искать. — Да когда было-то? — возмущается Чимин и краснеет. — Черт, когда? — Раз я до сих пор это помню, значит, раны еще не затянулись, — фыркает в его сторону Йонги. — Ой, ну какие там раны! Так, пара царапин. Чимин краснеет еще больше и демонстрирует в твиттере восторженные ссылки счастливчиков на фоне облепленных цветами веток. — Вот, посмотри, какую красоту люди постят! — Мы можем закомпирироваться, — предлагает Йонг. — Одежду надеть нам несвойственную. — Купальники, — ехидничает Хасок. — Ну, можно и купальники. Тянет весело Чунгук и получает тычка от джина. И я смотрю, по кому-то совершеннолетие не тем боком отрикошетило. — Сколько раз говорил, подчищая историю в браузере, когда хапаешь мой планшет. Мама недавно взяла фотки посмотреть, а там... Ну, фотки, конечно. Но мама была обо мне лучшего мнения. Нам Джунг ржет совсем не по-лидерски. Безответственно. — Давайте на Рикухан пойдем. — Тут недалеко. Прогуляемся. — Сохранный только, — предлагает он. — Угу! — Чтоб к себе внимания не привлекать, — кивает скептически Йонги. — Можно, кстати, еще армию бомбочки взять. Ну, чтоб совсем уж беспалево. Вместо фонариков. Техион сникает на секунду. Но Чунгук выжидающе смотрит, поскольку уже собрался. — Короче. Оденемся неприметно. Кепки надвинем, маски налиться. — Никто нас не узнает, — предлагает он. — Я пойду, — заявляет Чимин и тащится в комнату переодеваться. Йонги кряхтит, поднимается с дивана и тащится следом. — Не отговорит, так хоть переодеться тоже. — Зашибинчик! — оглядывает переодевшегося Техосок. — Просто слился с толпой. — У нас же по надбережной сейчас люди в основном так и ходят. Сплошь пумовской последней коллекции. — Ай, не наглей, — отфыркивается Техион и тянет лидера к двери. — Идем мы или нет? Чунгук уже приплясывает у лифта от нетерпения. На улицу выдвигаются осторожно, осмотрительно. Орут, правда, при этом как потерпевшие, поскольку Джин крайне не согласен с Йонги в некоторых вопросах богословия. — Я тебе уже сказал, тварь божья и божья тварь — это принципиально разные оттенки значений, — воспитывает Джин и шуга. — И я тебе уже сказал, это слово ругательное, и прошу его ко мне не применять. — Воздух-то какой! — дыхает нам Джон спертые запахи весеннего цветения. — Красота! Ночью все ароматы острее, между прочим. — Если ты об этом знал, то почему не отобрал у Чамина эти ядерные чипсы? — уточняет Хосок. — Дышать невозможно же! С чем они? С паленой резиной, что ли? С креветочками чавкает Чим, улыбаясь, и оборачивается на продолжающих ругаться Джина и Йонги. — Да, пиздец, простите, что обратился к вам не по протоколу. Ким, ваши двери слишком узки для моего самомнения, Сак-Джин, — шипит Чуга в своей непередаваемой манере. — Выбирайте выражение. Мин не наступите на одеяло, в нем дремлет, гений Йонги. — О, я тоже такую обзывалочку хочу, — ржет Чонгук. И тут же получает в ответ Аджина. — Да проще простого. — Чонгук краснеет и тихонько выбрасывает недоеденный чупа-чуп с кусты. — Я аж не про себя хотел, а про Те. Те-Йонг обнимает его нежно до синяков за плечи и ласково шепчет что-то на ухо, в результате чего Чонгук аннулирует заказ. — На набережной практически пусто. — Что странно вообще-то. — И где тут у нас цветущие деревья? — озирается Те-Йон. — Нам Джун озирается вместе с ним. — Странно, — пармочет он. — Я думал, что тут они по-любому должны были бы быть. — То есть? Джин оборачивается на него и хлопает ресницами от негодования. — А? Нам Джун смущенно потирает переносица. — Сори. Это на том берегу я видел, да. Сорян, ребята. — Ну, блядь, — снихает Хасок. — Нам теперь вплавь на них любоваться, что ли? Те-Йонг подходит к берегу. Молча вглядывается в водную гладь. — А давайте просто тут постоим, а? — предлагает он. — Хорошо же. И присаживается на пустую скамейку. — Знал бы, пиво бы взял. — Да хрустывают последние чипсы на чимин. Мимо проезжает торговец с хот-догами. — Всем за мой счет! — улыбается Нам Джун и закупается закусками. Йонги подходит к старику с тележкой и что-то шепчет тому на ухо. Дедок, понимающий, кивает и достает откуда-то из недра повозки несколько бутылок соджу. — И вот это, — сгребает Юнги спиртную в охапку. — Тоже за твой счет! Сидят молча. — Утая улыбка во все лицо. Блестящий взгляд зеркалит лунные блики на воде. Чунгук любуется его удовольствием и осторожно притягивает к себе за плечи, кутая в свои объятия. Соджи быстро заканчивается, как и сопутствующее лакомство. Говорить не хочется и думать тоже. Равновесие в чувствах и ощущениях такое, что кажется, будто реальная жизнь осталась где-то за спиной, в другом измерении. И секунды зависли и наслаждаются друг другом. — Ой, смотри, как на Чимина похож! — раздается вдруг писк откуда-то слева. Чимин очень заметно втягивает голову в плечи и старается раствориться в окружающей среде. — Ож, я аж говорил, что ты на кого-то из этих пидоров похож! Вдруг пытается спасти ситуацию Шуга. Вот и люди говорят. — А у этого голос, как у Шуги из БТС! — продолжает тот же голос. И перед скамейкой возникает хрупкая девичья фигурка с рюкзаком, с узнаваемой символикой. — Сука! Вот заткнулся бы ты! — шипит на него Джин. — Твою хрипоту в этой галактике только ленивый не знает! — Хасок встает. — Вы обознались, леди! Но леди оборачивается в его сторону, пытливо вглядывается в его лицо и вдруг начинает вопить. — Девочки! Девочки! Быстрее сюда! Чунгук вскакивает и пытается шепотом убедить крикливую глазастую девчонку не привлекать внимания. — Чунгук! Тычет она изумленно пальцем в его сторону и начинает визжать еще громче. И уже на полном ультразвуке. — А-а-а! Здесь Бантан! — Валим! — оборачивается к ребятам Намджун. Те кивают, резко срываются с места. Рика Хан укоризненно лакирует берегом след. — Ну вот, сходили. На цветы посмотрели. Констатирует Джин, стараясь отдышаться, когда они достигают охраняемой территории. Опять же, в спортзал можно с утра не идти. Техен хохочет во все горло и тычет пальцем Чемина в живот. — А кто это у нас тут на этих пидоров похож? Потом успокаивается, уже в лифте заявляет. — Я бы, кстати, еще на фестиваль фейерверков сходил бы. Все молча хватаются за головы. Все как у людей. И юнги с Чемином похожи на чуть подросшего щенка и маленького, пока еще безмозглого, и, кажется, чересчур бессмертного котенка, который играется щенком, достает его, доебывается до него во весь рост. Вот вроде няшный весь такой мягонький, ласковый, безобидный, как пролоновый удав. Но, проходя мимо, вдруг как кусанет за левую ногу. Его бы звездануть за такие вещи, поскольку реально больно, зубы-то не пролоновые. Или кусануть в ответку так, чтобы синяки остались. Ну, блин, жалко его всерьез кусать. Милота же такая. И поэтому щенок, который, в принципе, такой же дитё, огрызается, валит котенка на спину и рычит почти на полном серьезе. Да так, что котенок на какой-то момент серьез пугается. Уши прижимает, застывает весь. И щенок вроде бы уже даже кусает. Но, понятно, кусает не всерьез. Зубами прикусывает еле-еле, чтобы показать, что, если что, может и сильнее сжать зубы. И котенок затихает. Максимум на секунду. И начинает доебывать щенка с новой силой. И всё по новой. Зубы, прижатые уши, рычание не всерьез. А когда щенок устает, он просто прижимает тяжелые лапы щенка к полу. Придавливает ровно настолько, чтобы тот не мог выбраться. И елозил по полу, как ящерица в истерике. Но не причинял уже щенку беспокойства. А сам спокойно утыкается в ноутбук. И занимается очередной аранжировкой. Ибо вдохновение накатило. Иногда щенок отвлекается. На белку, скажем. Белка скачет с ветки на ветку. Мелькает рыжей макушкой. Белка необычная. Непривычная. Всегда эксклюзив. Щенок чуток залипает. Не потому, что белка нравится больше или ещё что. А просто потому, что ярко и от неё много шума. И ещё белка далеко. Где-то высоко на ветке. И не доёбывается, тем самым провоцируя доебаться до неё самой. Котёнок понятно возмущён. Ибо какого херственного внимания ускользает. И начинает превентивные меры. Передними лапами обхватывает щенка поперёк тёпленького пузика. А задними лапами начинает скрести активно его шёрстку в районе хвоста. Периодически выпуская коготки. Как бы напоминая, кто здесь собственно из них двоих с белкой хищник. Щенок понимает. Щенок не дурак. Поэтому делает вид, что не интересуется ни белкой, ни доёбистым котёнкам. А вообще у него есть сахарная косточка в виде макбука с открытым проектом. Так что прошу всех покинуть аудиторию. И в следующий раз думать будешь. Ну кого когтера выпускать? Котёнку ясно, что перегнул. Поэтому он сменит на кухню. Где красивый, яркий, страшно хозяйственный и постоянно икающий от смеха индюк что-то интенсивно готовит. Индюку достаточно пару раз мяукнуть на ушко. Какой он красивый сегодня. И вот уже индюшачье самомнение расщедрилось на куриную сосиску. Котёнок мог бы её съесть сам. И собирается так и поступить в какую-то секунду. Но там щенок. А щенок включил сучку, несмотря на то, что сам кобель. И с этим что-то надо делать. И тогда котёнок идёт к еноту. Потому что енот красивый. Енот мягкий. Енот слишком наивный, чтобы разгадать кошачьи интриги. Енот глазами хлопает, улыбает неестественно квадратным для енотов ртом и залипает. Залипает аккурат у двери щенка, чтобы тот услышал и зафиксировал для себя три факта. Котёнок за дверью с енотом. Котёнок за дверью с сосиской. Котёнок за дверью вот-вот отдаст сосиску еноту. Но щенок хитрый и бывалый. Он на свете пожил и много повидал. Хоть и не намного старше котёнка. Поэтому себя в комнате прислушивается к мурлаканью. Не без раздражения, конечно, но выжидает. Чего он ждёт? Разумеется, появление кролика. Потому что у кролика разговор короткий, особенно с енотом. У кролика сильные задние лапы, очаровательные чуткие ушки и обезоруживающая кроличья улыбка. Если против задних лап енот ещё и может предъявить острые зубки, но против последнего фактора не попрёшь. Так что енот в кроличьей норе. Причём не только сегодня, а давно, всерьёз и надолго. Когда коридор пустеет, а котёнок уныло озирается, щенок великодушно появляется в дверном проёме. И потому, как у него упруго новостренные ушки, котёнку ясно нервничал. Щенок хватает кошака за шкварник, бережно смыкая на загревке цепкие зубы и волоком тащит к себе в комнату играться. Потому что всё должно быть на своих местах. Котёнок у щенка и енот у кролика, а индюк на кухне. И ни щенок, ни котёнок не видит, как тихо приоткрывается соседняя дверь, и на пороге возникает суровый глазастый филин. Он мерно проходит по коридору, вышагивая степенно, задумчиво, мудро подмигивая близорукими глазами, пока не замечает мелькания рожеволосой беличьей макушки. Белка несётся по веткам, прижав уши, словно танцует, словно летает. Едва касаясь ароматной смолистой хвои, но вдруг особым звериным чутьём слышит шорох в соседней кроне. Она сталкивается взглядом с чёрными немигающими омутами, складывает короткие лапки на белой пушистой грудке, и одним ловким скользящим движением, мелькнув в воздухе, оказывается рядом с филином. Рыжий хвост объявляет его блестящие перья, как дружеское похлопывание по спине. Филин вышагивает степенно дальше, а белка, всеми силами своей суетливой души, сдерживая свои порывы, мелкими перебежками, снуёт вокруг филина, не слишком увеличивая расстояние. И вместе они удаляются, потому что всё должно быть на своих местах. Ну, примерно так. Записки инсайдера. Автор из Ленирам читает Кэт Вилт. Борода. Всё началось с того, что Тихён Фан-кафе сделал вброс про бороду. Мол, быть мне бородатым, прошу понять и простить. Никого, мол, не виню, сам такой умный додумался. Ещё раз прошу простить. И ещё раз прошу понять. Бонтаны переплашились, конечно, поскольку первые упоминания всерьёз никто как-то не воспринял. А вот тут уже реально напряглись. Ибо Тихён, он такой, что может. Но борода — это уже как бы пиздец. Первым заягозил Джин. Просто, блядь, скажи мне, что ты пошутил. Потому что если я не так, то я перетаскиваю футон к тебе в комнату. — Зачем? — У Тихёна в глазах вопрос. В руках рекламный буклет какого-то модного стилиста, спица по бородам и прочей растительности. — Буду дежурить возле тебя ночами с бритвенным станком наперевес. Ты хлопай тресницами, стараясь сфокусировать сознание на грозных бровях Джина, но выражение лица старшего Хёны ничего хорошего не предвещает. — Нет. Я решил. Бурчит Те отворачивается к телевизору. Хёны переглядываются, и Джин идёт в кладовку за футоном. Ближе к вечеру в комнату Те проскальзывает Хосок. Он пристраивает охапку пакетов с чипсами и всякой снековой билибердой, упаковку баночек Кока-Колы и пару томиков какой-то новомодной манги. — Если ты собрался меня подкупить, Хён, то эту мангу я уже читал, а чипсы мне запретили, я весен набрал. Улыбается ехидно Те Хён, натягивая пижаму. — А если вот так? — хихикает заговорщицкий Хосок, прися в воздухе булавкой от Гуччи. На глазах Те Хёны на секунду вспыхивает искра алчности, но потом он поджимает губы и заявляет упрямо. — Отращу бороду, сам себе такую куплю. Хосок психует и сваливает снеки на прикроватную тумбочку. — Пусть они тебя тут всю ночь провоцируют, на обжорство, так тебе и надо. Заодно живот отрастишь, а то худым борода не идет. Утром на противотехионную вахту заступает Шуга. — Я буду дразнить тебя викингом, — заявляет он во время завтрака и поправляет на голове Те Хёны воображаемый шлем, бородатым асгардским поручиком и потным покорителем фьордов. Те Хён смеется и похлопывает Юнге по плечу. — Мне нравится, Хён. Продолжай. — За мусолинами Юнгой Дракара переходит на угрозу свэгища. — Рыцарем ржавой кольчуги, поглотителем прокисшего Эля. Те Хён только веселится в ответ. Нам Джун вздыхает и решается на серьезный разговор. Те Хён, замечая решимость лидера, задерживается на занятиях по вокалу допоздна и в общегу возвращается после полуночи. Но лидер настойчивый. Он дожидается Дан Сена, сидя на его кровати, листая скетчбук. — Кем ты, Хён? Я как лидер, — начинает он. Но Те перебивает его совсем неуважительно. — Нам Джун, Хён, давай не сейчас, а? Я спать хочу. — А я вот не могу спать, когда мидж-группа под угрозой, — ворчит Монт. — Я не могу позволить, чтобы твоё личико испортило жидкое пучковое растительность. — А с чего это сразу жидкое? — взмущается Те. — У меня будет красивая, аккуратная борода. — Это она только в фотошопе у армии, аккуратная и красивая, Те Хён, — убеждает нам Джун. — А у тебя она, может быть, такой не получится. Я не говорю уже о том нелёгком периоде, пока ты будешь её отращивать. Как тебя народу показывать? — Армия любит меня любым, — улыбается Те и треплет Юнтана за ушком. — Вот Тан-Тан меня поддерживает в этом решении. — Да, Тан-Тан? Юнтан отрывистый лает в лицо хозяину и гордо отправляется спать на свою уютную подушечку. — Вот, видишь, — нам Джун тычет в его сторону пальцем подтверждение своих слов. — Даже собака тебя не одобряет. — Ой, кто бы тут высказывался, — возмущается Те. — У него у самого растительность по всему телу. — Я всё узнала, — врывается в комнату утром заерошенный Чимин. — Борода, это уже не модно, Те Хиони. Слышишь, вставай, Соня. Те Хион садится на кровати и перепуганно трёт глаза с просонок. — Не модно уже, — говорю, — присаживается Чимин на краю кровати. — Только представь, что будут писать в интернете. Немодный Те Хион, икона стиля Бантан сдаёт свои позиции. Надежда корейских подиумов потерпел модное фиаско. Ну? Чимин заглядывает в его сонные глаза с Надеждой. Но Те Хион не преклонен. — Я положу началу модному течению. Амбициозно звучит из недр пижамы. И Чимин понимает, что переубедить Те Хиона не такая уж простая задача. Пока Те плещется в душе, Бантанья братья заговорщицки шушукаются на кухне. — Только на тебя вся надежда, Гуки! — трясёт Макнеза рука в старший Хён. — Может, даже его побить я разрешаю? Чонгук смущённо ковыряет пальцем салфетку. — Не могу я бить Хёна! — бормочет он в блестящую столешницу. — Он и сдачи-то не даст. Какой интерес? — Интересненько! — раздаётся от двери густой низкий голос Те Хёна. — А если бы я дал сдачи, то ты, значит, меня побил бы, да, Гуки? Разворачивается и, хлопая со всей дури дверью, уходит из общаги. — Ну, блин! — вздыхает Чонгук. — Если ты надулся, то это надолго. Всё заканчивается тем, что Те Хён напивается. Абсолютный убеждённый трезвенник Те Хён, не переносящий спиртное даже в малых количествах, не притрагивающийся к нему даже под страхом немедленной расправы всех мемберов сразу, напивается в такие счастливые сопли, что аж сквозь телефонную трубку слышится его звенящий перегар. — Хён! — кричит Чонгук в телефон. — Ты где? — Я еду, — счастливый визжит басом Те Хён. — Еду домой с картиной. — С какой картиной? — нашарашенно вопрошает Чонгук. — Красивый! — схлипывает трубка. — Надеюсь, ты получил её легальным путём. Чонгук включает громкую связь и растерянно оборачивается на притихших на кухне бонтан. — Ещё каким легальным! Абсолютно легальным! — несётся из трубки. — Абсолютно легально снял со стены. — С какой стены? — шёпотом охреневает нам Джон. — С какой стены? — озвучивает лидерское охреневание Чонгук. — Не знаю. В каком-то музее, наверное. — На том конце телефонной связи Те Хён на секунду задумывается. Но потом так же восторженно продолжает. — Ну, точно легально! Никто не был против, никто мне и слова не сказал. Там просто никого не было. Ночь же, Гуки! Кто будет ночью в музее? — Через четверть часа такси доставляет на парковку счастливо спящего Те Хёна, сжимающего в руке выдранную из какого-то журнала репродукцию Ван Гога. Автопортрет с трубкой и с бородой. Это важно. Поскольку, когда Чонгук пытается транспортировать тело в спальню, Те Хён всё-таки просыпается и тычет пальцем в репродукцию, уверяя, что вот такую бороду он себе и хотел бы. Но уже перехотел. Потому что таксист сказал, что для такой бороды нужно обязательно отрезать себе ухо. А расставаться с ухом Те Хён пока не готов. Пока. Это важно. Как выясняется позже, пьяный Те Хён — это и не беспроблемный Те Хён, как, к примеру, пьяный Чимин. И не мрачно спящий Те Хён, как, скажем, пьяный Шуга. И не мило лыбящийся Те Хён, каким бывает пьяный Нам Джун. И не веселый и задорно беспредельный Те Хён, как его старший Хён Джин. И даже не скромный, стеснительно обаятельный Те Хён, как пьяный Хасок, например. И даже не кавайная милотеюшка, как Чунгук. Пьяный Те Хён — это истерики и спецэффекты. Хаотичная миграция всех имеющихся тазиков по квартире. Холодные компрессы на лоб, слезы и страдашки. На самых высоких нотах. Кающийся грешник в нарастающей геометрической прогрессии и полный пиздец до самого утра. Для всех обитателей общаги. В итоге за ночь Бантана успевает написать завещание и нотариальную доверенность на воспитание Юн Тана. Три раза перепрятать телефон, чтобы не дать Те Хёну позвонить и попрощаться с родителями. Добровольно-принудительно покаяться вместе с ним во всех грехах и обложить матом всех существующих бордобрей в корейской столице. За что встряли бордобрей? В итоге никто даже выяснить не пытается. Поскольку поспеть умозаключением пьяного Те Хёна гиблое, бесперспективное и откровенно криминальное дело. К пяти утра концентрация Те Хёна в воздухе достигает угрожающих процентов. И он наконец-то врубается. Ближе к вечеру следующего дня Бантана вяло стягиваются на кухню позавтракать. — Ну, скажи мне, друг разлюбезный, — беспощадно тычет вилкой, страдающего одновременно от стыда, интоксикации и обезвоживания Те Хёна, Джин. — Ну, нахрена тебе сдалась эта борода? За нее можно спрятаться. Со слезами на глазах бормочет Те Хён. — За бороду! — В смысле? Округляет глаза Хосок и застывает с куском бутерброда во рту. — Ну? Те Хён поднимает взгляд и натыкается на шесть искрящихся вопросов. — За бороду можно спрятаться, знаете. Если грустно, а нужно улыбаться, то можно не улыбаться, ведь никто не увидит. Нам Джон подходит к Те Хёну со спины и притягивает его к себе, заключая в объятия. — Господи, малыш! Бонтаны пораженно молчат. — Этот ребенок. Ну, что здесь скажешь? Ему просто, оказывается, некуда спрятаться. А спрятаться очень хочется, как и всем им порой. — Я официально разрешаю тебе не улыбаться, если не хочется, ладно? — треплет его по макушке лидер. — Вам всем разрешаю, поняли? — Бонтаны кивают. — Только давайте без бороды, ладно? — уточняет нам Джон. И все снова кивают и улыбаются. Мамы. У мамы Чимина и его манера разговора. Вернее, наверное, у него мамина. Та, когда он говорит тихо, медленно, будто в развалочку. Немного с хрипотцой, ленивой и с оттяжечкой. Так, будто с просонок. А когда он говорит, сразу кажется, что ты дома. Где бы ты ни находился. Кажется, что дома. В тепле и безопасности. Мама Чимина встревожена. Она звонит ему с чистотой автомата по кредиторской задолженности. И сначала извиняется, что опять тревожит. Спрашивает какую-нибудь мелочь и наспех прощается. Будто услышать голоса живого и невредимого Чимина, все, что ей надо было. Чимин знает, что так оно и есть. И не сердится. У Чингука мама решительная, безапелляционная. Чингук такой же. Поэтому каждый их разговор больше похож на сцепившихся рогами козлов над пропастью. Когда ни один не уступит, лучше оба рохнут херам, чем признают поражение. Уступает всегда Чингук. Это привычка, выработанная годами. Во-первых, последние слова все равно за мамой. Даже если отец искренне от всей души считает, что это не так. Во-вторых, Чингук сильно устоит, чтобы тратить энергию еще и на споры. Поэтому. Ну, какие шерстяные носки? Ну, мам, на дворе двадцать первый век. Да, я знаю, чем чревато переохлаждением ног. Да, я помню, отчего загибался наш упрямый разгильдяй отец. Да, я сейчас надену. Уже надел. Мам, мам, мам. Да не буду я фотографировать тебе свои ноги и присылать фотку. Ну, что за детский сад? Говорю. Я уже в носках. Почти в носках. Иду за ними. Пойду. Потом. Ну, куда? В магазин, конечно. У меня здесь не склад шерстяных носков. Хорошо. Прошу у Хенов. Ну, чего ты взяла, что у Тихена наверняка не есть? Те! Тихени! Наверное, вышел. Нет его сейчас. Прошу, конечно. О, Господи! Хорошо, надену, сфоткую и пришлю. Все, мам. Мам, ну как это не люблю? Ну, что ты говоришь? Люблю я тебя. Мам, ну хватит. Я так устал, правда. Мне бы в душ. Сил никаких. Нет, голова не болит. Ну, как ты по голосу слышишь, что у меня голова болит? Не болит. Да нет у меня температуры. Все, мам. Я тебя очень сильно люблю. Папе привет. Брату привет. Аджуме привет. Все, пока. Хасок общается с мамой, как с фарфоровой статуэткой. Невозможно слушать. Потому что, когда слышишь разговор этих двоих, понимаешь, что таким отвратительно хорошим сыном ты никогда в жизни не будешь. Даже если свяжешь себя по рукам и ногам и навечно прикуешь к обеденному столу, шерстяным носкам и фортепиано одновременно. У Хасока такая нежность из голоса сочится, когда он хрипит в трубку. Алло, мам. Что у нам Джуна щеки от умиления трескаются? У всех остальных тоже трескаются. Но от насмешливого фырканья. Мамусенька моя, привет. Ласкается в трубку Хасок, как ребенок. Ты видела, какую я тебе утром картинку прикольную отослал? Мама, видимо, нежно отвечает. Потому что у Хасока, как будто кто-то елочную гирлянду внутри зажигает. Так он светится. Я заметил, что ты новую прическу сделала. Ты такая хорошенькая, мам. Улыбается в трубку Хасок. Приеду домой, давай сходим вместе куда-нибудь. Как в прошлый раз, помнишь? Все снова будут принимать тебя за мою девушку. Помнишь, как мы смеялись тогда? Но все меняется, когда речь заходит об отце. Хасок в лице холодеет. Вытягивается у телефона в струнку. И ноги ставит в идеальную пятую позицию. Голос сразу хрипит сильнее обычного. И физиономия серьезнеет настолько, будто отцовский авторитет сейчас хлынет через телефонную трубку и пригвоздит бедного Хасока к позорному столбу. Хасок отца не боится. Но настолько трепетно уважает и старается не разочаровывать, что слова выверяет и выдает порционно. Семь раз отмерив и только потом отрезает острым скальпелем, чтобы не растрепать по краям. Шугу мама родила, кажется, для того, чтобы он решал ее проблемы. И проблемы всей их семьи. Или Шуга сам завалил когда-то на себя такую ответственность, и теперь ни за что с ней не расстанется. — Мам, ну все, я понимаю. Я понимаю, да, да. За деньги нас же, честных налогоплательщиков, нас же и обманывают, да. Ну, не знаю, почему не вывозят мусор по выходным, мам. Ну, я уже купил вам с отцом трэш-компактор. Но почему вы не пользуетесь? Мам, мам, вы даже не распаковали его еще. На определенном моменте разговора Шуга начинает подозрительно щуриться и меняет голос на катастрофический деловой. Кто бы в этот момент Шуга услышал, вообще бы не понял, откуда это амебное существо вдруг себе столько свободной энергии наковыряло. А что это голос такой уставший, а, госпожа Мин? Ты опять решила обойтись лекарствами подешевле? Мне что, нужно лично приезжать и покупать тебе препараты, чтобы ты прекратила уже эту свою самодеятельность? Я ведь не шучу. Я же приезжать буду, несмотря на свое расписание. Мне моя мать дороже карьера, ты имею это в виду, когда в следующий раз думаешь в аптеке экономить. Ладно? Тахиона обычно звонит родителям по вечерам, когда свободен. Обязательно по видеосвязи. И хохочет на протяжении всего разговора так, как будто с того конца провода ему, как минимум, цирк транслирует в прямом эфире. А-а-а, я умру сейчас, мама, перестань. Это кто? Это дедушка так сказал? Так и сказал? У-у-у, у меня аж слезы из глаз полились, мам. Ты не позволяй ему больше это шоу смотреть. Это для молодежи. Оно на преклонную психику не рассчитано. Разговор Тахиона с мамой можно снимать в Рун-БТС. Нефиг делать, потому что он перед камерой целые перформансы устраивает, демонстрирует новые шмотки и тычет в экран телефона своими рисунками. Однажды Ченгук зажил в комнату посреди одного такого выступления и увидел скачущего на одной ножке Тахиона в какой-то дикой набедренной повязке. — Мы тут с мамой новый концерт для бантан придумываем, — делится он, кивая в экран. А оттуда льется тихий хохот хрустальными колокольчиками. Лидер звонит родителям коротко и по делу. Говорит отрывисто, по теме и без эмоций. Иногда перебарщивает. И на том конце провода, видимо, просит его выключить лидерский режим на время. И поговорит с родителями по-человечески. — Я тут спросить хотел, — тушуется сразу нам Джон. — А вот если кожа на пальцах трескается, чем лучше помазать? Помнишь, у бабушки какой-то бальзам ферменный был? — Да нет, не у меня, а у Гуки. Скорее всего, аллергия. Я тоже так думаю. Узнай у бабули, ладно? А вот если вот рука болит в кисти, знаешь, периодически. У Т. бывает такое случается. — О, видишь, ты тоже так считаешь, да? И я говорил, что это от мышки может быть. Но он же упрямый. Я сейчас его позову, сама ему скажешь. Тебя он точно послушает. — Да нет, не грустный. Чего я грустный? Уставший просто. Сейчас время такое горячее. — Да помни, я права фастфуд. — Ну, ты знаешь, ты права. Он в Америке совсем не такой, как у нас. Даже в Макдональдсе. Я в прошлый раз пробовал. — Да не собираюсь я питаться этой гадостью. Постоянно, мам. Просто интересно было. Не буду больше, не буду. Да, лучший рамен, да. Кстати, в Америке он тоже так себе. — Ой, ну вот опять ты. Не умотали мы твоего Джинни. Не волнуйся, он сам кого хочешь умотает. — Чего ленит на диване второй день? У него, видите ли, отпуск. — Ага. По уходу за детьми, точно. — Ладно, мам. Пойду я. — Отцу привет. — Мам. Ну, ты опять со своим. И все-таки тебя что-то беспокоит. — Ну, что меня беспокоит? — Ну, Чимин меня беспокоит. Ну, опять эта вся история с угрозами. Да Чимин-то не переживает. Улыбается, ходит. Мы все больше переживаем, чем Чимин. — Передам, конечно. Да вроде решать там что-то. Полицию подключили. — Ладно, мам. Не надо на ночь глядя об этом. Опять будешь спать плохо. Давление поднимется. Давай. Отцу привет. Джин дожидается последнего вечера. Берет телефон, куртку и забирается по лестнице на самую крышу. Устраивается на широком шезлонге, сложенном на зиму под навесом, и набирает номер. Мама. И замолкает, слушает, дышит. — Я так люблю тебя, мам. Вдруг давится он собственным голосом. Мне снова снилось, будто мы на рыбалке, как тогда, помнишь? Когда к нам приезжали чхе из Паусана. Так здорово было, весело. Я еще рыбу поймал огромную. А ты просил ее отпустить. Жалко тебе было. Ты помнишь, мам? Тогда еще отец был. Ну, не злился так часто ей. Мам, я сегодня весь день этот сон вспоминал. А к вечеру вот решил позвонить. Может быть, ты когда-нибудь ответишь мне, мам, да? Я так давно твоего голоса не слышал. Когда-нибудь же закончится твоя эта дурацкая командировка. Зато ты как приедешь, как прослушаешь сразу все мои сообщения, и сразу же мне позвонишь. Да, мам? Ты в любое время мне сразу звони, я отвечу. Даже если на репетиции буду. Или на концерте. Или перезвоню. Обязательно, мам. Мне отец тоже нечасто звонит. Но у него вроде бы все хорошо. Последний раз разговаривал со мной вполне бодро. И вроде трезвый был. Мне так показалось. Пока, мам. Завтра позвоню и еще что-нибудь наговорю на автоответчик. Целую тебя, мам. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok